В мае у этого четырехэтажного дома в Уральске обрушилась часть стены, а по зданию пошли трещины. Тогда жильцов экстренно эвакуировали. Семья Жарковых, проживающая во второй квартире, недоумевает. Прошло два месяца, но ремонтные работы в их квартире еще не начались. На днях строители привезли два мешка цемента, положили их в центре квартиры и ушли. Дом, как в самом начале укрепили, так до сих пор все и остается. Я не понимаю, как можно делать ремонт в квартирах, не укрепляя само здание. У меня ребенок. Если нам дают гарантию на два года после ремонта, как я буду жить? Я буду каждую ночь спать и бояться, я не могу жить в таком доме. Сколько вы подключили уже собрали? Мы собрали 20 квартир, но мы еще только начинали, сейчас люди все будут подходить, мы все подпишем и все отправим в Акимовлас. И мы надеемся, что нас услышат, прочитают, поймут нашу ситуацию и придут с нами, поговорят, объяснят. Они так, вот как мы собираемся, никто к нам не идет. И мы все решаем, решаем. А дальше что? А время идет, а осень впереди. И где жить, и как жить, мы не знаем. По словам жильцов, с момента, когда произошло обрушение, в доме не производилось никаких работ, кроме экстренного укрепления. В течение месяца-полторы этот дом начнется, опять нас косит. Служит, служит, просто-напросто. Заключение написано, или полное восстановление вот этой фасадной стены, я сама прочитала, или лицензионная строительная компания, которая грамотно будет просто-напросто восстановить вот это все. А здесь идут, здесь балку помазали, там помазали. Полы, вот такая разница. Стена отошла 7 сантиметров где-то. Сколько можно, как это можно восстановить? В заключении экспертов сказано, что в доме необходимо разобрать несущие плиты и стены перекрытия в первом подъезде и снова собрать их. Власти не делали этого и, судя по всему, не собираются. Большинство жителей вернулись в свои квартиры на собственный страх и риск. Жильцы написали письмо Акиму Западно-Казахстанской области Нурлану Нагаеву. Они предложили чиновнику заселиться в их дом и на себе ощутить, каково это, ежечасно ждать обрушения крыши. А для верности прихватить с собой детишек, которых у Нагаева аж шестеро. Из-за аварийного дома в Уральске перекрыто движение по улице Жарокова, потому что трещины в доме увеличиваются с каждым днем. Но Нагаев, видимо, мимо разваливающегося здания не ездит, живет в комфортных условиях и не собирается селиться в опасное для жизни место. Редактор субтитров А.Семкин